В прямом эфире репортера новости в студии Ксения Ажарова. Здравствуйте! Директор лагеря Виктория Петро Саркисян возвращается в СИЗО. Сегодня апелляционный суд Одесской области отменил решение Приморского суда, который выпустил Саркисяна под залог в 128 тысяч гривен. Теперь подозреваемый в нарушении правил пожарной безопасности, которые повлекли гибель троих детей, будет находиться под стражей. Все подробности от Юлиана Аксенова. Почти полтора месяца прошло с тех пор, как пожар в лагере уничтожил один из корпусов. Тогда погибли три девочки из танцевального ансамбля «Адель». Сначала Киевский суд отправил Петро Саркисяна в СИЗО, а после уже Приморский суд в закрытом режиме отпустил директора Виктории под залог в 128 тысяч гривен. Прокуратура с вердиктом не согласилась и начала обжалование решения. Теперь обвинение вновь настаивает на том, что Саркисян игнорировал предписания на устранение нарушений правил пожарной безопасности. И к тому же опрошенной прокуратурой заявили, что сигнализация постоянно сбоила. «Под час одних бесед между вихователем и таборами я почував, что дети скажут, что в одном из деревянных домиков есть струм. Они решили подскаживать данную приводу и электрику, чтобы было далеко мне невидомо. Также, насколько мне невидомо, протягом 18 лет, где-то раз работал в протяжении пожарной сигнализации, сколько раз я не помню, однако пожарная не подтверждена. Причем, то самое вымокал в каждом министре сигнализации, невидомо. То есть все выхователи подтверждают, что сигнализация не работала, спрацовывала только Янчик». Следствие установило, что единственным оштрафованным за нарушение была вожатая Наталья Янчик. Приказ о ее назначении, ответственной за пожарную безопасность, прокуратура сейчас параллельно пытается оспорить. Выслушав доводы сторон, коллеге удалилось совещаться, а тем временем в зале возникла жесткая перепалка между родителями и директором лагеря. «Дети сгорели заживо. От них остались какие-то фрагменты. Вы говорите, я не виновен. Совесть надо иметь, в конце концов. Кто виновен?» «Когда придет то время, я расскажу, кто виновен. «Так говорите, пожалуйста, вы понимаете, что переживают родители, когда вот говорят, от ваших детей ничего не осталось. Какие-то фрагменты обуглены, и все». «А 10 лет ждать, чтобы родить этого ребенка, потом…» «Растили, растили, и что? А вы молчите. И говорите, я не виновен. Как можно такое говорить?» Спустя час ожидания собравшимся зачитали долгожданное решение суда. Родители погибших детей считают решение справедливым и хотят, чтобы Петра Саркисян ответил за свою халатность полна. «На прошлом заседании он говорил, что он не виновен. Сегодня было доказано, что вина есть. Сгорели заживо дети. Остались только фрагменты. И это очень жестокое преступление. Вот за это пусть виновные ответят». Теперь дело за следствием. Собрать все материалы и доказательства вины директора лагеря. А после передать дело в суд. Пока же Петра Саркисян будет находиться под стражей еще 47 дней до решения о продлении содержания его в СИЗО. Юлиан Аксенов, Наталья Довбыш, телеканал «Репортер». Жуткий инцидент произошел в Измаиле. Молодая 20-летняя мать спрятала тело своего новорожденного малыша в морозильнике. Чудовищная идея возникла в голове супругов после того, как утром они увидели, что их малыш не дышит. Причем рожала женщина ребенка самостоятельно. И у нее это уже была вторая беременность. Первый ребенок родился год назад и тоже не был зарегистрирован в роддоме. Вероятно, об инциденте с телом в холодильнике никто бы и не узнал, если бы женщина не обратилась к медикам и за жалобы на внутреннее кровотечение. Именно сотрудник перинатального центра и обратился в полицию. Любопытно, что родственники и соседи роженицы оценивают ее с положительной стороны, а о беременности женщины они даже не догадывались. По факту начато уголовное производство по признакам статьи умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка. Женщина может оказаться за решеткой на срок до 5 лет. До Измаївского отдела полиции надейшло поведение від чергового лікаря про те, что за медической допомогой звернулася 20-летняя местная жительница с диагнозом остра кровотеча. В подальшем въезде на место пригоди співробитниками полиции было установлено, что в ночь на 28 листопада вказана особа за местом своего места народила немовля. Также при огляді помешкання вказаної особи у морозильній камері було знайдено тіло хлопчика немовля без ознак життя. Свій вчинок вказана особа пояснила тим, що при народженні немовля не подавала ознак життя. На складі бутовій хімії в Одесі вийшло пожар. Сигнал о возгорании на окраине города в районі еврейського кладбища поступил на линию 101 после полуночи. Уже через 11 минут на место ЧП прибыли пожарные. Им удалось локализовать огонь до того, как он распространился бы на другие постройки. Как признали спасатели, тушить пожар было непросто, поскольку к моменту вызова огонь уже успел распространиться на площади 2000 квадратных метров. К тому же рядом со складом не было гидрантов. Спустя три часа после вызова огонь был потушен. К счастью, в пожаре никто не пострадал. И в Малиновском суде снова не смогли продолжить судебный процесс по делу об убийстве спортсмена Сергея Лащенко. Гражданину Азербайджана Бабеку Дамира Глыгасанову так и не нашли перевозчика с украинского на его родной язык. Еще до заседания прокуратура обратилась за помощью в Министерство иностранных дел Украины. В МИДе же предложили Гасанову лично обратиться за перевозчиком в посольство Азербайджана в Украине. 26-летний Бабек Дамира Глыгасанов находится в Одесском СИЗО с февраля после его экстрадиции из России. Гасанова обвиняют в убийстве чемпиона Украины по тайскому боксу Сергея Лащенко, который он совершил на территории еврейской больницы. Возмутительно, что все перевозчики отказываются, но вроде бы как нашли выход из ситуации. Теперь мы очень надеемся на благосклонное отношение посольства Азербайджана уже непосредственно к обращению своего гражданина и на то, что они предоставят все-таки перевозчика. Следующее судебное заседание по делу об убийстве боксера Сергея Лащенко должно состояться 11 декабря. Мэрия будет и дальше расширять свое влияние на рынки автоперевозок. На Шкодовой горе до сих пор нет отопления, а на Черемышках грядет масштабная стройка. Сегодня заседал исполнительный комитет Одесского городского совета. О самых важных его решениях в сюжете Константина Гречанова. Скандал вокруг девятого маршрута автоперевозок. Журналист Леонид Штекель через Фейсбук распространил информацию о силовом противостоянии. В мэрии эту информацию опровергли, но факт замены частного перевозчика на коммунальное предприятие Одесс-Горэлектротранс действительно имеет место. В департаменте транспорта уверены, что предприятие 15106, работавшее на маршруте, подало на конкурс документы с ложной информацией. Представители мэрии обратились в суд и в первой инстанции выиграли дело. Сейчас оно рассматривается в апелляции. Тем не менее, срок договора с перевозчиком уже истек. Перевозчик подал для участия в конкурсе документы, которые не соответствуют действительности. Для простоты, например, он подал транспорт, где написал, что это транспорт, например, 2008-2012 года. В тех паспортах было вскрыто, что они 99-2002 года. Решение суда пока еще не вступило в законную силу, потому что подана еще апелляция. Но так как у самого предприятия 15106, по маршруту номер 9, закончился договор, законодательством предусмотрен механизм, чтобы не срывать перевозки в таких случаях, предусмотрена процедура временного исполнения функций перевозчика. До окончательного решения суда исполнять функции перевозчика будет коммунальное предприятие Одесскорэлектротранс. Также Александр Илько отметил, что коммунальщики будут расширять свое влияние на рынки городских автоперевозок. Для этого уже закупаются новые троллейбусы и трамваи. А вот для жителей ряда домов в районе Шкодовой горы транспортный вопрос сейчас далеко не на первом месте. У них в домах до сих пор не включили отопление. Несмотря на указания вице-премьер-министра Зубко включить котельную на территории нефтеперерабатывающего завода, она до сих пор не работает. 2 октября на селекторном заседании, которое проводил вице-премьер-министр господин Зубко, было дано поручение по решению этого вопроса. 2 октября, уже практически прошло два месяца, и только завтра, потому что заседание кабинета министра перенесли со среды на пятницу. Завтра будет этот вопрос окончательно уже рассмотрен. Мы надеемся, что даст возможность уже включить котельную на нефтеперерабатывающем заводе. Технически она готова. На Черемушках в заброшенной промзоне грядет масштабная застройка. В границах улиц Академика Филатова, Космонавтов, Генерала Петрова и Гайдара появится 7 зданий высотой от 20 до 24 этажей. Соответствующий детальный план территории утвердили на исполкоме. Также в новом микрорайоне построят подземный гараж на 232 машиноместа и большой крытый бассейн с тренировочными залами. В одном из жилых зданий разместят школы неполного дня на 40-50 человек. Срок строительства от 5 до 7 лет. Константин Гречан и Алексей Прокопенко, Телеканал Репортер. Каждый сотый житель города Белгород-Днестровского заражен ВИЧ-инфекцией. Все эти люди теперь имеют возможность пройти экспресс-тестирование. Для них также открыты 4 кабинета контролируемого лечения туберкулеза. Вместе с грантом фонда USAID городской районной бюджеты выделят более 800 тысяч гривен в течение следующих 4 лет. Белгород-Днестровский район и сам райцентр уже представили иностранным партнерам свои результаты. Было открыто 10 амбулаторий по швидкому тестованию и 4 кабинета по лечению туберкулезом. Больше 300 жителей района было протестовано швидкими тестами и в порядке 8 случаев было подтверждено данную хворобу. Это и выполнение социального заказа, это открытие кабинета ЗПТ, это принятие программы противодействия ВИЧ-инфекции. Сегодня на территории города впервые реализован проект по соцзаказу, то есть бюджетные деньги получает общественная организация, которая выполняет все или иные услуги. В данном случае у нас по услуге это услуга консультирования. В Белгороде-Днестровском появился первый в городе кабинет заместительной поддерживающей терапии. Осенью здесь прошел лечение «Первый пациент». Программа также предусматривает тренинги для семейных врачей, которые в будущем возьмут на себя основную роль для выявления ВИЧ-позитивных и их лечения. Сейчас проект внедряется в семи областях, а уже со следующего года он распространится на всю страну. Нет насилию в семье. В Одессе патрульная полиция вместе с общественниками провели информационную акцию «16 дней без насилия». По словам полиции, домашнее насилие – явление довольно распространенное. В 90% чаще всего страдают женщины и дети. Главной целью акции стало информирование одесситов о проявлениях различных видов насилия и как нужно действовать в ситуации такой угрозы. Для предотвращения издевательств и унижений в семьях созданы специальные мобильные бригады, которые реагируют на вызовы людей и оказывают первую психологическую и юридическую помощь. Вы, пожалуйста, возьмите такую брошюрку, может быть, передадите тем, может быть, столкнетесь с тем на улице, что кто-то кого-то унижает, оскорбляет. Вы можете просто перейдать эту брошюрку, чтобы люди остановились. Багато є міфів, коли жінки, чоловіки навіть теж страждають від насильства сім'ї, що це норма, що це прояв кохання, але насправді це не так. Потрібно насамперед готувати завжди шляхи відступу. Якщо жінка розуміє, що матеріально залежить від чоловіка, потрібно готуватися до цього і відкладати кошти. Тобто вже бути готовим, мати документи сховані там, де тільки ти знаєш. Мати копію ключів від будинку, щоб в разі, коли квартира закриється і ключи заберуть, офіційні ключи забираються, тоді ти маєш чим відкрити двери і втікти. Були создані мобільні бригади, мобільні бригади екстренного вмешательства в насилие. Тобто у нас працюють три спеціариста, які виїжджають на виїзд, вони можуть виїжджати самостоятельно, а также можуть виїжджати вместе с полицией, можуть привлекати інші служби, це служби по делам дітей, служби здравоохранення і виявляти насилие. Тому що насправді насилия дуже багато, і не тільки, як говорила Анна, насилие є физическое, а також є економічне насилие, є сексуальне насилие, психологічне. Вперві за 20 років в Одесі провели чемпіонат України по фигурному катанню середі юноши і девушек. Турнір прошел на Большому льду Дворца спорта, де вже полным ходом идет реконструкція к Чемпіонату мира по хоккею. Дмитрий Богомолов продолжит тему. Парні выступлі одні з сложніших в фигурному катанні. Важно понимати партнера з полуслова. Для этого необхідні месяц, а то і годы тренировок. По словам самих спортсменів, самые сложные элементы в парах – це твізлы, дорожки і вращення. Особенно, коли треба в шпагаті забросити ногу на плечо партнеру. Готовили і ставили нам дуже довго. На семинарі кожний день по два часа нам ставили маленькими кусочками. Бувало, неделю целу ставили, ну, именно. І маленький кусочок потом снова переделували, вообще убирали і ставили снова. На шпагаті у нас вообще довго эта підтримка не выходила. Думали уже меняти вот эти підтримки. Були недопонимання некоторые в парі, але, слава богу, зараз все вже нормально. Ну, у нас… Ми іногда спорили, ссорились з-за того, що ми робили неправильно. Але тепер у нас все получается, і ми раді за це. Чемпіонат України такого масштаба в возрастних категориях от 11 до 15 лет впервые проходит в нашем городе за долгие годы. Во Дворце спорта собралось около 60 сильнейших фигуристів-юніоров із Киева, Харькова, Днепра і других школ України. Ну, ви знаєте, понемногу ми сначала боялись, бо тому, що в Одесі впервые, такий большой впервые чемпіонат. Але, теж не мене, побрали свої страхи, і вот, все проходит. І це радується. Це не перші соревновання в Одесі. Ну, обичні соревновання завжди приїжджають в Одесу, Харьков, Київ. Ну, хороші спортсмі, теж вони дуже сильні. Не знаю, може через год, може даже, не знаю, ми можемо даже с ними сравняться. Несмотря на конкуренцію, одеситам удалось показати неплохі результаты. Серебро і місто в резервной сборні середі девушек, бронза і серебро в парах. Конкуренція була дуже жосстка, особливо середі девочек. Перша п'ятірка, достаточно плотно шли друг к другу. Вот, конечно, лидерувало первое місто, це наша знаменитая Анастасія Архипова. Вот, і между остальними чотирьмя була жосстка борьба, вот до последнього участника была інтрига. Ну, вот, в танцах було представлено 4 танцевальних дуэтах. Среди мальчиков, к сожалению, одеситам достойных конкуренцій не выявилось. А вот в девочках у нас есть Ева Шульга, которая заняла второе место. Она является одной из самых молодых участников чемпионата на 2006 года рождения. Тем временем реконструкция дворца спорта к чемпионату мира по хоккею в апреле следующего года идет полным ходом. Крышу уже заканчивают, переходят к демонтажу потолка и к его ремонту. Это уже как вид следующих работ одновременно будет точно, мы знаем, уже начать работы по полностью капитальный ремонт всех санузлов, которые находятся во дворце спорта, то есть это в целом. И оборудование раздевало, которое для этого требуется. Следующим по этапу это освещение, которое будет, естественно, полностью сделано по специализированным условиям, требованиям Международной ассоциации по хоккею. Кроме того, в марте в Одессе ожидается крупный чемпионат Украины по хоккею с участием команд мастеров. На эти соревнования, скорее всего, приедет президент Международной федерации хоккея. Дмитрий Богомолов, Владислав Нагая, Анастасия Кричко, телеканал Репортер. И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с репортером, удачи вам и берегите себя.